Тема нашего занятия – преимущественное право покупки. Субъекты малого и среднего предпринимательства при продаже арендуемого имущества из государственной и муниципальной собственности имеют преимущественное право приобретения такого имущества. 1. По цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщикам, при условии, что арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном пользовании или владении непрерывно в течение двух лет и более в соответствии с договором аренды. Отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество неустойком, штрафом, пением на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества. 2. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Особенности продажи обращенного имущества в государственную собственность. Оно делится на два вида – до 10 000 рублей и более 10 000 рублей. Все, что до 10 000 рублей, продается только посредством прямой продажи. Все, что более 10 000 рублей – только в форме аукциона. Имущество стоимостью от 10 000 рублей проходит только в форме аукциона. Есть начальная цена продажи имущества определяется продавцом в размере рыночной стоимости подчета оценщика. Величина повышения начальной цены продажи имущества называется шагом аукциона. Устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 5% от начальной цены продажи имущества и не изменяется в течение всего аукциона. Имущество продается в том виде, в каком оно есть, и проданное имущество возврату и обмену не подлежит. Если торги признаны несостоявшимися, назначаются повторные торги со снижением цены на 30%. Если повторные торги признаны несостоявшимися, назначаются еще одни торги со снижением цены на 60%. Если третьи торги признаны несостоявшимися, назначают повторные торги со снижением цены на 90%. Если торги на 90% признаны несостоявшимися, имущество подлежит направлению на уничтожение. В случае, если поступила только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Договор заключают с единственным участником. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за данное имущество. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения восстановленный срок договора купли-продажи, задаток ему не возвращаются. Результаты аукциона аннулируются продавцом. По результатам аукциона, продавец и победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня проведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества в электронной форме. Возможно, заключение неэлектронное. Этот момент необходимо уточнять у организатора торгов. Оплата покупателям приобретаемого имущества производится не позднее 10 рабочих дней с датой заключения договора купли-продажи имущества. Имущество в стоимости до 10 000 рублей продается только посредством прямой продажи. Осуществляется путем продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации имущества первым, то есть по фиксированной подначальной цене. Если торги признаны не состоявшимися, то имущество в течение 10 рабочих дней подлежит направлению на уничтожение. Оплата приобретаемого имущества производится в срок не позднее 10 рабочих дней с датой заключения договора купли-продажи. Отказ или уклонение покупателя от заключения договора купли-продажи признаются отказом покупателя от приобретения имущества. При наступлении указанных обстоятельств продавец вправе заключить договор купли-продажи имущества с претендентом вторым по времени, подавшим заявку на участие в реализации имущества. Реальность, что вы можете встретить прямую продажу даже при стоимости имущества более 10 000 рублей. Это связано с неграмотностью организатора торгов, а также с тем, что торги сделаны для себя. Продолжение следует... Продолжение следует...